Добро пожаловать на этот эпизод над облаками. Это первый эпизод Нового года. И именно это моя искренняя надежда, что в этих сериях мы все будем способны подняться над облаками материального сознания. Сегодня я буду говорить о уме Кришны. Господь говорит, я полностью нахожусь под контролем Моих преданных. На самом деле, я совсем не независим, потому что Мои преданные полностью лишены материальных желаний. Я нахожусь в их сердцах, что говорит о Моих преданных. Даже те, кто являются преданными Моих преданных, очень дорогие Мне. Немного позже Кришна приводит причину, почему Он настолько впечатлен и даже привязан к своим преданным. Он говорит, как благочестивая женщина, контролирует своего мужа своим служением. Чистые преданные, которые равны к каждому, равно относятся к каждому и полностью привязаны ко мне в сердце, контролирует меня. Причина в том, что есть эмоциональная привязанность между нами, как благочестивая женщина, которая служит мужу преданно, с любовью, пробуждает ответ любовный в своем муже, который хочет заботиться о ней. Точно таким же образом, благодаря отношению к преданности, служению и также любовью, преданный приводит Кришну в то состояние, где Он отвечает взаимностью. Он привязывается к своим преданным. Именно эта привязанность и любовь, которую преданный предлагает Господу, наполняет преданность этих людей и делает ее такой привлекательной для Господа, что Господь в каком-то смысле попадает под их контроль. Нарда Муни говорит об этом, очень важном ингредиенте в преданном служении, любовь. Он говорит у дави. На самом деле, без любви девять видов преданного служения, как овощи без соли, богатая пища без голода, изучение Писания без понимания или сад без плодов. Именно соль, которая делает овощи вкусными, голод делает пищу привлекательной и понимание делает ваше чтение настоящее. Именно любовь делает бхакти привлекательной и плодотворной. И вопрос здесь таков. Им Господь попадает под контроль и привлекается душой, которая совершает служение. Ответ таков. Да. Вы должны знать, что есть три качества ума Кришны. Благодарность, терпение и сострадание. Конечно же, есть много-много больше, но эти качества выделяются в книгах Рупы Гасвами, особенно в стихе Удживалы Ниламани. В этом стихе два преданных беседуют о Кришне. Каков Он? Что Он чувствует? Каковы Его глубокие качества? И преданное говорит, Кришна попадает под контроль тем, кто совершает даже маленькое служение. Это описывает благодарность Кришне, Его принятие преданного, несмотря на его ошибки и дисквалификации. И второе качество. Он терпелив. Кришна улыбается с терпением, даже если нестерпимые оскорбления совершаются по направлению к Нему. Он терпелив. И Его третье качество, Его сердце, становится... Чувствует сострадание, когда Он чувствует, как другие даже немного страдают. Это, конечно, показывает Его сострадательность к тем, кто совершает преднаслужение. Когда мы изучаем этот стих, мы можем удивиться одному предложению в этом стихе. Стих говорит, что Кришна попадает под контроль своих преданных, потому что из одного этого качества сердце преданного лишено материальных желаний. Я думаю, никто из нас не может провозгласить, что мы уже находимся на этом уровне. Однако, кажется, что Кришна становится отвечать за имностью этому преданному, даже когда человек все еще борется с материальными привязанностями. Если преданный обращается к Кришне, помните, второе качество ума Кришны, он терпелив и прощает с терпением ошибки, которые преданный совершает. Это означает, где бы вы ни находились, вы можете обратиться к Кришне и начать снова. Пример это Вритасура, который был проклят действовать как демон, И к концу своей жизни он вспомнил о Кришне, и когда он уже ожидал смертельного удара от Индры, когда он лежал и ждал, когда Индра кинет в него свою молнию и убьет его, он обратился к Кришне с прекрасными молитвами, и Кришна принял его, и появился ему, как говорит один Ачарья в комментарии, и позволил ему вернуться обратно к Богу. Да, Кришна терпеливо прощает ошибки, и все, что он хочет видеть в сердце преданного, это сильное желание, однонаправленность. Во время Сангамелы я поделился с преданными, что есть только одна цена для получения Кришны, и эта цена — это сильное желание, жажда. Если вы хотите сильно, вы получите любовь в сердце, которая привлечет Кришну. Я привел пример из моего собственного детства. Был определенный мороженщик, который делал прекрасное клубничное мороженое. Я в основном тратил большинство своих карманных денег, которые родители выделяли мне, на это мороженое. И где-то в середине месяца у меня кончались все деньги, но я хотел мороженое, и я приходил к этому мороженщику и говорил, денег у меня нет, но я очень хочу съесть мороженое. Он сказал, ты знаешь, я зарабатываю только на мороженом, не могу тебе давать мороженое бесплатно. И я говорил ему, не надо мне бесплатно, я тебе буду петь. И я пел свои детские песни, и через 7 или, может быть, 10 минут, мороженщик говорил, ну ладно, собирай свое мороженое, и давал мне это мороженое. Он был побежден одним качеством, которое было в том, что я очень хотел получить это мороженое, и был готов пожертвовать чем-то. И когда Кришна видит, как его преданные обращаются к нему с этим сильным желанием, жаждой, тогда он проявляет очень большое сострадание. И именно это качество вдохновляет преданных. В Бхагаватам мы слушаем о сострадательных улыбках Кришны. И у него красивые глаза, и они наполнены милостивыми взглядами и улыбками, которые вдохновляют преданных, которые ищут прибежище. Есть стих, который говорит об этом. Йоги должны думать с преданным служением о сострадательных взглядах, которые Кришна направляет на преданных. Потому что они освобождают от тройственных страданий его преданных. Его взгляды вместе с его любовными улыбками наполнены наполнены милостью. И Шила Павлопада комментирует, что Господь много милости проливает на своих преданных, но величайшее проявление его милости это его улыбчивое лицо, которое полно сострадания к его чистым преданным. его преданным, которые жаждут его, которые однонаправленны, которые хотят попасть к нему и получить у него прибежище. Естественный вопрос таков, как мы можем стать более сфокусированными на Кришне, который такой замечательный, такой милостив вы. И ответ таков, снова и снова становитесь ближе к тем, кто находится близко к Кришне, потому что что-то из их личности останется в сердце. Сегодня я бы хотел порекомендовать вам один метод, который поможет вам приблизиться к тем, к сердцам тем, кто является предным. Если вы станете преданным преданного, тогда Кришна будет очень благосклонен по отношению к вам. Этот метод приближаться к сердцу преданного — это читать или петь их баджаны, их песни, в которых они делятся своими переживаниями сердца. я сегодня хочу прочитать вам одну песню об активе ноды Такура. Она называется «Баджан Ла Ласа» «Песня 1». «О, Господь, упав в этот материальный мир, я не вижу, как освободиться отсюда. Прибежище твоих стоп — это единственная помощь для беспомощных. Таким образом, я принимаю тебя как все для меня. Единственное прибежище. Ты должен знать, я ничего хорошего не совершил, у меня нет никакого знания. Я никаким преданным служением не занимался. И все же ты милостив, а я самый падший. Я молюсь от своей беспричины милости. В этом оттене материальной существования речи, ум, гениталии, желудок причиняют мне большое страдание. Я оставил свои надежды контролировать все своими усилиями. О, Господь, беспомощных, я вызываю твои имена, оттенеяя, потому что ты сейчас моя единственная надежда. пойте, молитесь или раздумывайте о молитвах великих очарьев, и вы увидите, как это сильное желание, жажда, которая побеждает сердце Господа, придет также и в ваше сердце. и именно эта жажда наполнит вас жизнью преданности. С Новым Годом! Увидимся на следующей серии.